и начну я именно с дерева а возьму пожалуй такой темненький цвет пока что темненький и просто сначала сделаю вот такую палку так как у нас там вдалеке а ели и сосны то можно сейчас сделать что-то на них похожее а значит для этого сделаю ствол сначала потолще думаю этого хватит а так вот тоже скетчова все пока намечу отлично ствол уже есть теперь снова новый слой и нужно подобрать какой-нибудь зеленый цвет ориентиром может стать например цвет этого слизня так кажется его не выбрал отлично но так как он слишком светлый нужно взять что-то потемнее и оттенок а пожалуй ближе к желтому все-таки хотя нет ближе к синему попробую наметить такие вот формы а теперь беру лассо это горячая клавиша l и также удерживая control shift alt и левую кнопку мыши я эти а ветки так сказать размножу а теперь а верхушку я сразу сделаю меньше для этого не снимая выделения я нажму control t и удерживая alt потяну за вот этот вот крайний пиксель и теперь ничего не удерживая просто потянула так вот вверх а все в принципе лишнее можно сразу стереть теперь надо все вот эти вот остальные а ветки этого дерева просто уменьшить и слегка изменить по форме а в итоге форма должна получиться как бы вот такая вот не очень ровная пирамидка для этого я сразу беру лассо и вот так вот сверху вниз как бы иду и с помощью control t включается трансформация и вот так вот равномерно как бы уменьшаю а без всяких настроек то есть просто обычная пиксельная жесткая кисть а все и как бы эту форму уже сам ровняю принципе ничего такого особенного здесь нету просто как бы нужно придать такую симпатичную форму веточкам отлично основу уже сделали хоть и пока что достаточно примитивно все это смотрится но для начала я думаю сойдет можно еще здесь вот внизу так добавить несколько веток а собственно штрихи хоть мышка хоть планшетом как бы делаем вот такие вот когда они будут накладываться друг на друга то есть вы друг по другу как бы рисуете и получается что такие вот уже торчащие как бы ветки и собственно вот таким способом именно здесь вот так вот это все и выглядит а теперь создав новый слой а сделаю цвет посветлее вот такого будет достаточно и просто как бы что-то вроде объема такими же штрихами а ничего страшного если штрихи будут заходить например за границы темного цвета в принципе это нормально наоборот даже придаст так сказать реализма и выглядеть будет уже посимпатичнее а теперь сделаем ствол немного темнее все таки он как бы в тени а а под такими кронами а елочных вот этих иголок ну вот что то вроде такого это как бы самый такой простой вариант который подойдет даже тем кто вообще никогда не рисовал деревья и для заднего фона а такой вариант в принципе очень даже подойдет для переднего фона я его использовать не буду а а для переднего нарисуем кое-что поинтереснее так я их продублирую теперь у меня есть такого деревца помещу сразу куда-нибудь назад включу цветовой баланс с помощью control b и добавлю ему таких вот синих и немного голубых оттенков отлично а единственный момент который мы не учли при рисовании этого дерева то что на нем тупо нету снега а везде он есть а на них нету можно это исправить а можно оставить так сказать на потом можно теперь сделать несколько вариантов этих деревьев но уже так сказать уменьшенные а я его продублирую с помощью control shift alt и уменьшу а здесь важно проверить чтобы интерполяция стояла по соседним и можно сделать еще одну версию еще более уменьшенную так сейчас эти предметы они немного мешают так теперь надо их немного подкорректировать чтобы не было таких вот однородных пикселей торчащих однако этого все равно еще мало во первых я корректирую толщину ствола а во вторых продублировав этот слой некоторые из них нужно сделать а еще более синими поэтому я добавляю еще таких вот оттенков и терпко здесь уже лишнее и получается как бы вот такая вот воздушная перспектива то есть чем дальше будет находиться объект тем во первых меньше у него будет детализация это раз и во вторых а тем больше у него будет наложен том того цвета на котором фон отлично тогда я называю этот слой деревья а значит тоже их переношу повыше как бы самые важные слои у меня находится выше те которые уже не нужны они находятся ниже но за исключением конечно фона который сам по себе будет самом низу теперь имеют тот же самый ствол дерево я поверх него создаю снова новый слой не там создал отлично и теперь создам уже так сказать ель который будет и снег и выглядит она будет немного реалистичнее и к тому же цвет и можно сделать потемнее сейчас я проверю как она будет сочетаться скажем с персонажем и допустим такой цвет посветлее теперь я это все выделяю и через цветовой тон насыщенность как бы уже вот буду так вот подбирать мне нужен такой вот темный и кстати у меня уже этот цвет довольно таки неплохо устраивает но я тем не менее еще попробую что нибудь с ним сделать принципе эти два цвета они достаточно неплохо подходят но вот этот вот сочетается лучше на мой взгляд этот я просто оставлю как оттенок а возможно пригодится для чего-нибудь другого например там для создания кустов или еще чего-нибудь отодвигают цвета эти подальше чтобы они пока что не мешались беру снова темный цвет и здесь уже система немного другая здесь форма веток уже будет идти не вот так вот вверх а наоборот вот так вот вниз как это сделано на заднем фоне а также можно сделать все как и вот такой вот пышный как бы такие вот пирамидки постоянно уменьшающиеся так и наоборот можно ее так сказать вогнуть в другую сторону а то есть делать вот такие вот штуки ну как вы видите все равно здесь получается что-то они вот так и слегка приподняты поэтому все-таки лучше делать вот так и в принципе это уже можно даже взять за основу а сделать вот так вот попышнее персонажа пока в принципе можно отключить чтобы не мешался так теперь я как бы уже вижу что здесь некоторые стороны перекошено а но не всегда это например просто вот так вот заметить поэтому у меня на сочетании клавиш control shift а стоит отражение холста по горизонтали а так можно увидеть всякие там неровности где как скосил и так далее а а если у вас как бы горячая клавиша еще не настроена то можно воспользоваться изображения вращение изображения отразить холст по горизонтали и теперь как бы я уже вижу что это мер с этой половины а веток больше например чем с этой и впрочем здесь уже все нормально но мне кажется было бы неплохо а также сделать небольшое разделение чтобы был видно вот кусочек ствола ну вот что то вроде такого атака пока я все-таки спрячу и вернусь к первоначальному варианту значит снова поверх создаю новый слой беру уже более светлый цвет и делаю что-то вроде такой вот обводки только светлым цветом далее я соединил как бы грани между собой то есть например а из из одного места продолжил такое другое и как бы получается что они вот так вот плавно друг друга перетекают а теперь я открываю яркость контрастность как обычно и делаю контрастность меньше а изначально я как бы не собирался этого делать но после того как попробовал мне показался довольно интересный эффект а как бы цвет светлый я пока оставлю не буду его трогать а вот все остальное теперь у нас получилось как бы тут сразу и тень и вот такие вот а так сказать хвойные куски а теперь просто уже здесь как бы так подровняю цвет тени тоже здесь сохраню однако мне кажется что он слишком темный и можно попробовать сделать его посветлее так но это слишком светлый хотя в принципе сочетается он неплохо не знаю а пока пусть все-таки так и остается а сейчас подровняю разные места то есть закрашу все вот это вот темное пятно где-то оставлю но в основном закрашу так теперь как бы темным цветом я буду делать а самые темные ветки то есть которые реально находятся в тени так посмотрим что же у нас уже получилось а в принципе получилось довольно таки неплохая детализация а но а единственный момент что дерево получилось достаточно детализированным учитывая что здесь у нас как никак достаточно простые например персонажи кстати включим сейчас персонажа и в принципе он как бы на этом дереве не сливается что очень радует однако все равно мы его потом чуть чуть еще переделаем буквально пара кликов и тогда дерево будет отлично вписываться а в этот концепт а и и и и и и и и далее а я попробую добавить сюда еще один цвет который будет чуть ближе к желтому и ярче что-то вроде вот такого и просто как бы такими вот легкими штрихами а намечу маленькие такие вот уголки ну что ж отлично теперь елка получилось достаточно красивой но опять же мы сюда еще не добавили снега но есть такая маленькая хитрость так как я нарисовал сейчас вот эти светлые уголки этим цветом я его сейчас продублирую и с помощью яркости и контрастности уже можно попробовать а как бы сделать здесь снег сделаю сразу каким таким вот голубоватым цветом а слишком белом его как бы делать не надо а вот таким вот синеватым самое то и к слишком насыщенному его тоже делать не стоит отлично а еще конечно не финальная часть но уже а почти готова а значит у меня первый вариант как бы она обычная без снега а теперь нужно немного подредактировать значит а вот эти вот места у нас здесь как бы в тени они изначально были темными она так как я рисовал вместе на вместе со слоем который на котором рисовал светлые части елки а то как бы они тоже сделали все такими вот белыми поэтому я сейчас отдельно выделю в принципе их уже все выделил и сделаю иметь также тонирование меньше яркость и вот они как раз таки уже будет чуть-чуть синее посмотрим ну вот что то вроде такого в принципе то же самое можно проделать с остальными частями так как свет у нас падает все таки вот отсюда то есть вот примерно вот такой вот прожектор получается то примерно вот эта вот часть у нас будет светлая а вот этого часть будет находиться в тени поэтому я как бы такое вот выделение делаю и на нем уменьшаю также яркость этого снега что-то вроде такого однако не мешало бы тогда уменьшить яркость и у базового слоя а теперь я добавлю маску чтобы случае чего а эти изменения просто отменить а либо как-то подкорректировать а теперь я хочу с этой стороны также уменьшить а как бы степень затенения именно вот так вот по краю вот что-то вроде такого и последний шаг это затенить а сам ствол возьму уже существующий цвет и даже можно сделать еще темнее отлично ну что ж вот такая вот красивая елка у нас получилось а теперь чтобы уж совсем красиво сделать я беру такой не самый темный цвет снега и как бы делаю такой вот плавный переход от белого к темно-зеленому так снег будет выглядеть объемнее а на верхушке сделаю его достаточно светлым практически белым и принесли на некоторых частях а ели с этой страны можно также сделать его таким вот светлым отлично вот такая вот симпатичная елка получилось а теперь а так как у меня все это было в одной группе то есть вся эта елка у меня еще ствол отдельно сохранен а я эту папку продублирую предыдущую отключу а эту полностью солью то есть у меня теперь вот такой-то единый спрай получился а так теперь что делать с этой елкой сейчас я включаю персонажа и завожу елку за персонажа чтобы как бы вот он на нее заходил а а теперь я включаю как обычно яркость контрастность цветовой тонна сыщенность попробую здесь также подыскать разные варианты кстати мне нравится этот вариант довольно симпатичные цвета получаются эти что я делаю такая вот маленькая хитрость а я выделил все скопировал но а а мне предыдущий цвет тоже допустим нравился я нажимаю control z control z control z чтобы отменить до вот этой стадии а и вставляю то есть control v и меня получилось два варианта вот этих двух разных цветов вот такой вот маленький лайфхак а так продолжаю эксперименты пока чтобы так больше не заморачиваться просто продублирую еще несколько раз а эту елку она сейчас очень сильно контрастирует за внимание так как она достаточно большая и к тому же детализированная и поэтому персонаж на ней сейчас может теряться но а сейчас мы это исправим во первых я прибавлю ей яркости примерно вот так далее добавление много синего оттенка и чуть-чуть голубого отлично теперь она у нас как бы видно что она у нас на заднем плане также в голову пришла идея сделать еще одну такую елку но сделать его очень очень большой а я и продублирую даже скопирую вырежу точнее на новый слой и вот так вот ее увеличу то есть вот такая вот большущая елка получилось и будет что-то примерно вот такого если идет также например сделать светлее и вот такой вот синевато-голубой то было бы достаточно прикольно а но придется как бы редактировать здесь пиксели так как они здесь скажем увеличились вот в общем я оставлю как бы этот вариант на заметку себе так как он не в принципе нравится но опять же это достаточно большая детализация получается поэтому я как бы сейчас спрячу возможно просто оставлю его для какого-нибудь арта в меню и так далее далее а возьму еще одну ель но отключу ей и снег и вообще все остальное да и в принципе вот эти светлые пятна тоже ей отключу вот так же солью у единый слой сделаю светлее и один из вариантов также сделаю с более синим оттенком тоже как бы оставлю как вариант так как а здесь детализации поменьше и не будет так сильно контрастировать за внимание а сейчас вернулся к тому дереву которому рисовали в самом начале а и давайте тоже его доведем дома чтобы оно было посимпатичнее чем она есть сейчас а значит также беру лассо и учитывая источник света делаю такую небрежную небрежное такое выделение далее уменьшаю сильно яркость примерно наполовину отлично а теперь возьму такой темный цвет и просто вот так тоже пройдусь все теми же штрихами как бы она здесь я стараюсь закрыть а вот эти вот линии ну вот теперь это дерево смотрится гораздо симпатичнее чем первый его вариант поэтому первый я удаляю ну и все та же история с выделением а и контрастом больше яркость и синих оттенков отлично также можно сделать а это дерево с более длинным стволом если такого слегка увеличу а тогда она вообще практически не будет контрастировать за внимание но тем не менее будет тоже дополнять эту картину поэтому я как бы эти три варианта все оставлю ну и наконец пожалуй самое интересное и самое простое из всего что мы сегодня рисовали за это видео это тоже будет елка но уже не с таким стволом более такое стилизованное и простенькое только вот цвет верну сразу возьму такой цвет пожалуй и теперь а значит так у нас здесь достаточно все кубическое то есть саму стилизацию как бы тоже можно сделать такой вот кубическую и тут достаточно все очень такое тоненькое то есть стол допустим можно сделать тоже достаточно тоненьким она это если мы рисуем например не елку а я как бы сейчас просто для примера покажу так мы возьмем допустим такой вот цвет как бы сразу отсюда цвета сопрем вот так можно теперь отключить а и теперь такими вот а скажем кубиками можно сделать а так сказать листву здесь уже как бы по композиции смотрите как будет красивей здесь как бы я вам уже особо не помогу ничем так вот так же веточки здесь подрисовываем и некоторые из них можно сделать побольше а можно сразу как бы брать такое выделение и с помощью заливки его вот так вот заливать а я в принципе так буду пожалуй сделаю квадратики побольше чтобы как бы место занимали тоже побольше теперь цвет какой-нибудь посветлее и учитывая что источник света у нас отсюда упадает топ примерно так вот углами мы здесь все и сейчас закрасим так но сейчас слишком мало всего этого и ствол пожалуй можно все-таки сделать потолще вот как бы просто такой вот вам вариант подсказал а тоже достаточно все просто в реализации а если не хотим слишком сильно так квадратно делать то можно вот как бы подправить чтобы не слишком уж так было кубически можно пойти еще дальше кстати пожалуй здесь все-таки полностью закрашу немного не тот стиль просто был для подобных штуковин но сейчас как бы уже нормально некоторых местах можно и сверху вот так добавить так как здесь все-таки тень падает а с верхнего так сказать куска листвы и также можно ради интереса взять а светлый цвет и как бы такие вот точечки наделать вот получилось достаточно стилизованное простенькое дерево которое реально можно нарисовать очень быстро и очень просто а только я пожалуй сделаю этот кусочек он например вот так а 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 слой и видим что достаточно симпатичненько получилось можно также добавить ветки но не забываем что нужно также сделать их светлее и придать им более синий такой оттенок только здесь еще насыщенность уменьшить вот так отлично а и и и и и и и и Вот такое вот стилизованное дерево у нас получилось. А из-за этого видео мы нарисовали уже много разных вариантов деревьев. Я надеюсь, один из них хотя бы вам подойдет. И пожалуй для этого проекта я оставлю именно вот этот стилизованный вариант. А те детализированные ели оставлю для какого-нибудь другого проекта. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это действительно так, обязательно ставьте лайки, чтобы я это понял. А также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Ведь как только это видео соберет всего лишь 120 лайков, выйдет уже новая часть, в которой я продолжу рисовать графику для этой игры. Ну а с вами был Арталаски и я с вами не прощаюсь, а приглашаю посмотреть те видео, которые вы еще не посмотрели. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok